Здравствуйте, уважаемые зрители канала День ТВ. Сегодня у нас в студии профессор Сергей Савельев. Я ведущий Дионис Коптарь. Тема «Мозг Байдена». Сергей Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Наблюдая заявление Байдена, его поведение, вот вы, как специалист в сфере изучения мозга, можете ли рассказать о мозговой деятельности президента США? Или это недоступно визуально? Как-то надо по-другому изучать. Есть законы, которые распространяются, в том числе и на президентов многих стран. Независимо, это США или какая-то другая страна. Потому что существуют законы развития мозга, его созревания, его функционирования в стабильный период. Но стабильный период мы называем такое время, когда у человека инволюция, то есть разрушение мозга, идёт так незаметно и так медленно, что всем кажется, что с ним ничего не происходит. На самом деле ещё как происходит. То есть это есть периоды времени. У нас от рождения и примерно до 30 лет, иногда 27-30, в зависимости от этнической принадлежности, мозг интенсивно растёт. В раннем возрасте очень быстро, потом медленнее, 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 и к 30 прекращается. То есть прекращается что? А прекращается интенсивное образование связи между нейронами. Оно выходит на плато, то есть ровность. Поэтому в раннем возрасте люди учатся, получают образование, изучают языки, науки и прочее. Потом с 30 до 50 – это такой период плата, когда у нас инволюция, то есть мелкие изменения, связанные с разрушением мозга, они тоже происходят. Но очень в малом количестве. И до 50 лет никаких особых изменений обычно с 30 незаметно. У человека носил, он, конечно, не травматизировался, то есть не получал травмы, кровоизлияния, ещё какие-то вещи. Просто нейроны потихонечку стареют. Но сами нейроны стареют очень своеобразно. Дело в том, что у нас, считается, там говорят, у некоторых людей с научно-популярным мировоззрением нервные клетки размножаются. Я им сочувствую, потому что происходит в основном при онкологии. Потому что с рождением нейроны практически не делятся, и там единичные метозы, которые наблюдают в том же гиппокампе не в течение нескольких лет. Они очень быстро затихают, и никакой роли в дальнейшей жизни человеческой не имеют. Это показано в статье, вот, по-моему, за 18-й год в Нейче была статья, где эту историю со стволовыми клетками мозга наконец-то окончательно похоронили. Поэтому источников для компенсации очень мало. То есть мы, начиная с рождения, только теряем нейроны. Сначала довольно интенсивно. Есть органы, при созревании которых эти потери колоссальны. Ну, например, спинной мозг. Когда в спинном мозге у нас дифференцируются нейроны и дают свои отростки к органам-мишеням, как к нервируемому органу, так и к органам, из которых они получают сигналы, то есть рецепторные. У нас в спинном мозге закладывается очень много нейронов. Это было бы прекрасно, если бы они все сохранялись. Тогда бы при спинальной травме у нас было бы чем компенсировать потери. Но дело в том, что наше развитие, которым продолжают не заниматься, что особенно приятно, значит, оно настолько динамичное и сложное, что 85% нейронов спинного мозга, которые заложились у нас и могли бы остаться, они погибают в результате межнейрональной конкуренции за органы-мишени или за рецептируемые органы. В результате у нас остается минимум нейронов, которых можно использовать для того, чтобы, например, компенсировать те или иные травмы. Поэтому компенсировать-то нечего. И все эти сказки так называемых любителей стволовых клеток, которые обещали нам на протяжении 30 лет выращивать, сращивать спинной мозг, выращивать нейроны, остались, конечно, враньем и просто потреблением финансовых грантов. А из-за того, что потери нейронов так велики, у нас компенсации нет. В остальном мозге ситуация несколько иная. То есть нейроны гибнут, но они гибнут по нескольким причинам. Первая и основная причина – это, конечно, спазмы сосудов. То есть у нас нейроны не могут жить, не питаясь. Это понятно. Запасов пищевых, об этом много раз говорил, примерно на 6 минут. Поэтому отключение полное питание приводит к необратимым изменениям. Сначала физиологическим, просто нейроны утрачивает. Человек утрачивает память, например, при отключении мозга более продолжительным. Или просто погибают. Когда сосуд исчезает, его кормить нечем. То есть по этой причине у нас основная гибель нейронов связана с нарушением сосудов. Что ещё происходит со временем? Это необратимые изменения. Никаких новых нейронов не появится. А потом этот процесс сначала идёт медленно, а потом, после 50 лет, начинается поинтенсивнее. И вот после 50 лет, за каждое следующее десятилетие, у нас человеческий мозг теряет примерно 30 грамм нейронов чистой массы. Понятно, сколько сейчас Байдену? Вы мне не напомните? Не напомню, честно говоря, не посмотрел. Ну, где-то под 80. Ну, молодой человек, это точно. Нет, ну, будем считать, допустим, под 80. Учитывая, что он, конечно, политикой, интеллектуальной деятельностью не занимался никогда. Политики, как известно, не страдают от избытка интеллекта. Им главное чистая биография и послушность в отношении спонсоров и инвесторов. Узнаем точно, сколько он лет. Поэтому у Байтона как раз инволюция шла хорошо. Здесь нужно оговориться. А поскольку мы и говорим о политике, то нужно понимать, что политик и политику рознь. И в основном в политическую среду появляются люди, ну, типа Обама. У меня знакомый был, который говорил о том, что когда Обама пришел в университет преподавать, он оказался таким бестолковым, что всем стало ясно, что это будущий политик. Байдену 78, уточнил. 78, ну, то есть под 80 лет. Близко, да. Близко. То есть это значит, что последние 30 лет его нейроны интенсивно погибали в рамках стандартного правила. Три грамма в год. Три грамма? Да, да, да. Ну, за 10 лет 30 грамм. То есть к сегодняшнему дню дорогой Байден потерял примерно, я так думаю, около соточки, около 100 грамм. Это много, глядя на Байдена, потому что не скажут, что он головастик. То есть соотношение его антропометрические, которое хорошо известно, показывает, что у него там в голове в районе 1300-1350 грамм. Минус соточку, то есть 1200, то есть это поздние эриктоиды. На самом-то деле, это шутка. На самом-то деле вот с этим материалом надо работать. Значит, что возрастного происходит с мозгом более радикального, чем просто потеря нейронов? Потому что у стариков есть кое-какая компенсация. Дело в том, что когда после 50 лет нейроны начинают погибать в больших количествах, это компенсируется хитрым способом. Нейроны начинают образовывать дополнительные связи, которые проникают, связывают нейроны с соседними нейронами, и таким образом отчасти компенсируют потерю собственных нейронов. Но есть внутренняя проблема. Дело в том, что нейроны даны нам на всю жизнь. Если бы они обновлялись бы все время, как у слабоумных стволовиков, то мы, конечно, бы ничего не помнили и у популяризаторов науки. Ну, и как в интернете. Они там наговорят глупости, а потом стирают. Долго и упорно выложат. Не понимают, что все давно хранится в параллельном мире. Так вот, оказывается, что нейроны, поскольку новые-то не образуются, а метаболизм их достаточно интенсивен, это я говорил, одно из самых активных метаболических органов у нас потребляет, будучи 1,5 массы тел, потребляет 25% энергии, если мы интенсивно головой работаем. Поэтому накапливаются различные вещества, которые не выводятся из нейронов. Их вывести нельзя, и они там как продукты распада, продукты метаболизма накапливаются. Ну, в первую очередь, это широко известные липофуссы, которые депонируются внутри нейронов. И это депонирование внутри нейронов, в общем-то, говорит о старении нейронов, поскольку клетки незаменяемые, это не клетки кожи, которые даже в коже, в конце концов, ресурс заканчивается, там начинаются пигментные пятна и всякие прочие прелести. А здесь они одни на всю жизнь, их надо беречь. Как, кстати, осетчатка глаза, клетки, светочувствительные глаза, они все время нарастают своими членниками светочувствительными, но ДН нам на всю жизнь новый не появится. Поэтому ресурс ограничен. Так вот, что происходит у Байдена. Значит, он уже последние 30 лет теряет интенсивно нейроны. Но и до этого-то он особенно головой не пользовался. Он же занимался политикой, и там главное не то, что совершать, не совершать ошибок, а главное, лишних движений не делать. И точно соответствовать парадигме партии правительства. То есть парадигме тем, кто тебя кормит с ложечки, дает тебе деньги. Байден это всю жизнь хорошо делал. Делал он всю жизнь в административном наборе. От него ни блестящих проектов, ни ума, ничего не было. Он представлял ястребов, но он, значит, всякие пакостные проекты выдвигал. Представлял потом более умеренную часть американских бизнесменов. Ну, значит, чуть поумереннее всё. То есть самостоятельность Байдена равна нулю. Он никто и ничто. Судя по всему, он, как любят говорить, младший партнёр в бизнесе. Вот он, что скажут, то он и споёт. То есть в этом отношении человек несамостоятельный. Особенно головой никогда не пользовался, в смысле мозгом, для создания каких-то творческих идей. А в основном он работал трансформатором. То есть ты подаёшь на обмотке один, то он выходит чуть-чуть другой, но тот же самый. То есть в этом отношении, я почему об этом говорю, не издеваясь ни в кое случае над Байденом, потому что если мозг не востребован, то там кровоток снижен. А мы знаем, что каждый участок мозг восколеризируется, то есть кровоснабжается пятью капиллярами. Но эффективно работает только один, по которому идёт кровь, и клетки крови пролазят. Все остальные чуть-чуть подсжаты, и через них проходит плазма крови. Они как бы резервные. И если, не дай бог, Байден о чём-нибудь бы задумывался, то они тут же бы наполнялись кровью, и эта область бы интенсивно работала, решая конкретную прикладную задачу. Но поскольку он политик профессиональный, и всю жизнь этим занимался, особенно не напрягайте, вот эти капилляры, которые не используются, они окклюзируют, то есть сжимаются. И я думаю, что плоды такой низкой интеллектуальной деятельности как раз мы сейчас и видны у Байдена при его выступлениях. Почему? Потому что явно кровоснабжение мозга снижено и по возрастным причинам, и по отсутствию нейронов. То есть кроме кровоснабжения сюда был вклад гибели нейронов израстной. Поэтому видим снижение его, так сказать, оперативного сознания. Он медленно реагирует. Он часто забывает, а что такое память? И что такое быстрая реакция? Это количество нейрональных связей в мозге человека конкретного, в которых хранится информация. Но если всё время нейроны погибают, это как кровоснабжение снижается, информация исчезает навсегда. То есть это как бы такой, знаете, распределённый инсульт хронический. Постепенно, постепенно исчезают фрагменты памяти, а ресурсов для его запоминания не хватает. Это удел всех людей, которые имитируют интеллектуальную деятельность. Политиков, всяких ораторов, различных политиканов или политолухов, как угодно. Психологов, которые не решают задачи, а, значит, озвучивают и манипулируют словами. И прочие всей публики, которые не принуждают свой мозг интенсивно работать. Потому что только при решении творческих персональных задач можно оставить работать себе капилляры. Байден вырос из этой среды. Его биография хорошо известна, подробно была опубликована перед выборами. Из неё следует, я с ней ознакомился, из неё следует очень простая вещь. Человек работал всегда в системе, на систему. Всё зависело от того, что от него требовалось. И поскольку он, так сказать, политический репродуктор, по сути дела, он своим мозгом пользовался мало, от случая к случаю. И в основном, как я понимаю, для того, чтобы разобраться конкретно, какой вилкой в ресторане есть. Это вот основное, видимо, его затруднения, которые были у него. Потому что вилок много бывает, когда подают разнообразные обеды. Вот я чувствую, что это основное. Поэтому творческого начала нет. Мозг старел быстро, интенсивно. Капиллярная система окклюзировала, то есть разрушалась быстро. И сейчас мы видим вот такое существо. 1200 грамм примерно мозга с плохим кровоснабжением, с неумением его восстанавливать. И уже даже на моторике это сказывается. Посмотрите, как двигаются его руки. Он явно, совершенно принудительно пытается как-то себя заставить поактивнее. Вы посмотрите, как он бежит, знаете, как старенький мешок с песочком. Он так ножками подпрыгивает, а тельце-то не двигается. То есть, видимо, его накачивают чем-то. Но это обычное дело с стимуляторами, чтобы он так подшустрился. Но самое главное для политика – это, конечно, не то, как он на ножках подпрыгивает, а что у него в голове происходит. В голове у него происходит ровным счётом ничего. Почему? Потому что он является просто рупором. Его готовят, готовят ему текст. Он всё время подсказками пользуется, что видно. Его глаза шевелятся по экрану подсказчика, по монитору. Это всё видно очень хорошо. Старый человек, малопригодный для своей работы. Естественно, никаких решений он не принимал и принимать не будет никогда. Он никогда их не делал раньше в жизни, в те времена, когда он вполне мог что-то решить. Но в американской политике страх политика сделать неверное решение превосходит любые разумные аргументы. Поэтому, что он долго и упорно развивал у себя прекрасные качества. То есть хороший склероз всех сосудов головного мозга. Чтоб и мыслей не возникало. Это меня иногда спрашивают, пойду ли я в академик. Я говорю, обязательно, как только склероз охватит большую часть моего мозга. Чтоб я не мог эмоционально реагировать на то, что там происходит. Ну и тогда я, конечно, буду сидеть спокойно, как мешок. Основной задачей политики – это быть, как они говорят, в тренде. Это не важно, какой тренд. Важно, чтобы ты продолжал оставаться местоблюстителем. Вот у Байдена такая система. Она отработана уже десятилетиями. Он является просто рупором. Поскольку там… А почему есть какое-то разнообразие? Поскольку много политических групп, внутри даже Демпартии, оно борется за деньги. Ну и вот инструментом является Байден. Ну и делёж между собой этих денег является направлением тенденции американской экономики, политики в конечном итоге. Он является результатом, проявляется на наших глазах, на вот таких байденовских поступках. А сам он, да, очень старый человек, пожилой, потерявший значительную часть мозга. Причём в лучших её частях, тех, которых надо думать, в первую очередь, кортикальные нейроны. Это слабо сказалось на его моторно-двигательной активности. Почему? Потому что они все занимаются спортом. Я уже многократно даже в этой аудитории говорил, что в здоровом теле здоровый дух. На самом деле, одно из двух. То есть, если человек интенсивно следит за своим здоровьем, ведёт здоровый образ жизни, ну, во-первых, было больше шансов умереть от ковида, как известно, что и произошло в прошлом году. А с другой стороны, физкультура и спорт очень облагораживают тело, но, к сожалению, в мозге обеспечивают кровоснабжение только моторных центров. А интеллектуальные, которые так востребованы для президента, они как бы не очень затрагивают. Поэтому мы видим то, что мы видим. То есть, он может что-то рассказать, продекларировать, выучить слова с трудом не очень большое количество, произнести их мало-мальски чётко перед аудиторией, но не сориентироваться при ответах на вопросы, не подготовиться по провокационным вопросам, не тем паче вести свободную дискуссию, он уже давно не в состоянии. Поэтому ничего такого ждать от Байдена неожиданного мы не можем. Он просто отражение внутренних политических процессов в Белом доме. Вот так. Сергей Вячеславович, пару вопросов я задам, которые возникли по ходу, вы говорили, что, ну, как я понимаю, что вот нейроны фактически загрязняются продуктами своей жизнедеятельности, сами себя отравляют. То есть, самоубийственная система, по сути. Ну, они не отравляют, но это всё добро, оно лежит, понимаете. Это как будто бы турист, вот он идёт, да, и он такой настоящий эколог, знаете, такой вот прям махра-махра. Грязь несёт с собой, а не выкидывает. Нет, не просто грязь несёт, он ещё и какает в свой рюкзак. И тащит за собой этот рюкзак. Так можно ли сказать, что вот эти вот продукты жизнедеятельности как раз приводят к тому, что функционирование нейронов ухудшается? Снижается, да. Снижается. Всё-таки это даром-то не проходит. То есть, он себя и убивает, как я и сказал. Ну да, медленно, но не рассчитано. Животные, особенно позвоночные, млекопитающие на этой планете, ну, не рассчитаны такие срока, огромные. Восемьдесят, там, восемь лет. Ну, если бы ему приходилось бы там зубками мышку ловить, ну, давно бы он уже перестал их ловить. А дело-то в том, что вопрос репродуктивного возраста. Ну, вот достигает человек репродуктивного возраста – это первый репродуктивный. Ещё такое же время – это второй репродуктивный. В старые времена, то есть, когда не было развитой медицины, всё остальное – двойное репродуктивное возрасте – это предел для животного, да и для человека. И поэтому, естественно, и зрение, и слух, и работа мозга не рассчитаны на такие огромные временные промежутки. И поэтому постепенно люди стареют, утрачивают, в том числе и когнитивные способности, всё остальное. Это нормально. Возникает вопрос. В науке поставлена задача найти способы очистки нейронов? Нет. Даже не поставлено? Нет, есть огромный набор жуликов и прохиндеев из популяризаторов как раз науки, которые рассказывают дамочкам с признаками склероза о том, как они будут шомполом там чистить специальными веществами их клеточки. Я просто видел этот тихий ужас. Полуграмотные какие-то ветеринары, что они делают, даже не хочу говорить в эфире, для того, чтобы почистить организм. Ну, клизма – это самая популярная вещь. Хотелось бы им поставить спатифонными иголками с кипидаром, потому что это жруст безобразие. То есть, они обманывают. У нас есть возобновляемые ткани, как ткани кожи, но у них там ресурс пролиферации. Или клетки крови тоже там есть небесконечный ресурс. А есть клетки, как в мозге, которые не возобновляются. Почистить их изнутри шомполом невозможно. То есть, удалить эти, хотя бы липофусын, невозможно. Есть другая область, потому что всё-таки накопление веществ, оно не очень вредное. Оно вредное, да, но многие старики сохраняют ясные умы, хорошую память. Из-за чего? Из-за того, что сосудистые изменения минимальны. Мозг – он заложник сосудистой системы. Хорошее питание мозга, хорошее кровоснабжение, разнообразная пища, регулярное расширение и сжатие сосудов с помощью вредных веществ типа коньяка – оно сказывается самым положительным образом. Можно не только таким, можно и, так сказать, какие-то упражнения физические. Хорошо поработать на огороде, совершить большую прогулку с собакой. Это всё очень полезные вещи, которые заставляют меняться давление, в том числе в мозге. Немножко небольшие колебания очень нужны, чтобы вот эти сосуды работали. Ну и плюс надо заниматься разнообразной деятельностью, которая бы увеличивала бы кровоток, кроме одного из пяти, чтобы остальные работали в разных областях мозга. Для этого его надо заставить работать. Это сверхзадача. Почему? Потому что мозг работать не хочет, как я говорил, в обмен на снижение энергетического обмена тут же появляются внутренние каннабиоиды и опиоиды. Ну, в первую очередь каннабиоиды. И человек, так сказать, млеет от собственного безделия. Вот заставить эту штуку прекратить свою работу и заставить мозг работать, то есть увеличить кровоток, да, а не пребывать в блаженном каннабиоидном экстазе – очень сложно. Люди с трудом от этого отказываются. Поэтому интеллектуально развитых людей в зрелом возрасте очень мало. А в результате они теряют ещё одно удовольствие. Потому что мозг, если вы сохраняете капиллярное кровоснабжение хорошее, то есть тогда и нейронов гибнет меньше. Понимаете, это связано между собой. Там не только отростков образуется больше, и нейронов гибнет меньше. Накапливаются продукты распада, но они не настолько вредны. А зато сохраняется потенция, например. И у мужчин, и у женщин. И у них ещё есть интерес к таким развлечениям. В смысле изготовления незапланированных потомков. Здесь как бы одно в другом. И это очень дорого стоит. Никто не хочет напрягаться. Никто не хочет тратить огромное количество энергии и силы на работу мозга. И так всё уже. Человек всё выучил, всё знает. Все правила известны. Он живёт по накатке. А склеротические изменения в мозге наступают достаточно быстро. Вот Байден – продукт как раз такой человеческой эволюции. Ну, индивидуально имеется в виду. Он как раз в очень раннем возрасте. В 30 с чем-то лет он, по-моему, стал сенатором. Это очень рано для США. Немыслимо рано. И он с того возраста уже живёт в абсолютно канализованном, стабилизированном мире, который вот эти все процессы инволюции постепенно и производит. То есть, если бы его там избрали, потом бы выгнали бы из Сената или из Конгресса, он скитался бы в джунглях Вьетнама, потом бы возвратился, потом… То есть, вёл бы такую более активную жизнь, а не гиперстабилизированную, то вполне возможно, что он был бы в лучшем состоянии. Ну, если бы остался жив. Оно вот такая канализационная, то есть, очень жёсткая, детерминированная жизнь, которая как раз не предусматривает никаких колебаний в поведении, в метаболизме и прочее. Она как раз приводит вот к такому плавному, медленному старению, отмиранию нейронов. Можно ли сделать искусственные сосуды? Ну, пока, наверное, нет. А, в принципе, на эту тему в науке есть какие-то идеи? Ведь кроме сосудов, смотрите, вот, представим, сделаем волшебство. Значит, мы взяли через мозговые оболочки, ввели сосуды, допустим, и сделали так, что одни сосуды подают кровь, другие отводят. Тут же вопрос, как сделать проницаемыми эти сосуды? Это раз. Ну, представим, мы это сделали. А дальше? У нас мозг защищён гематоэнцефалическим барьером. То есть каждый сосуд, вот моя рука сосуд, он охватывается клеткой глиальной, которая через своё тело проводит к нейрону из этого сосуда все питательные вещества плюс кислород. То есть получается так, что нам надо строить не просто сосудистую систему, но и гематоэнцефалический барьер. А эта проблема пока не то, что неразрешима, она даже и не решается. Почему? Потому что все эти сказки о том, что в мозг можно подсадить клетки, и там они, мол, где приживутся, это хорошо, но практически невозможно. Дело в том, что там есть гематоэнцефалический барьер, который надо создать заново. Вот ты нейрон посадил, надо к нему глиальную клетку, чтобы она переработала, питая этот сосуд. Иначе ничего работать не будет. Поэтому все вот эти сказители а-ля стволовые клетки, которые говорят, мы посадим сейчас спиной мозг, вам нейроны, они врастут, и человек побежит. Они вот раз за 15 лет собирали гигантские деньги по всему миру. Хорошо, вы посадите нейроны. Да, хорошо, они врастут. А как они питаться будут? Где глиальные клетки, где капиллярная система, где сосуды? Они как будут? Святым Духом туда, значит, эту энергию передавать? Ну, просто это безграмотность, чушь и полнейший обман, который, к сожалению, только обнадёживает бедных спинальных больных, которые, в общем, надеются всё время на всякие чудеса. То есть голова профессора Доволя ещё сотни-сотни лет не реализуется на практике? Нет, голова-то как раз можно реализовать. Голову что там подключил, сосуды, приносящие, уносящие. А вот отдельные группы нервонов никак не спротезируешь. Для крупных сосудов хирурги вошьют, они тонкие сосуды отлично сшивают. Там можно подать искусственно кислород через трахеи, можно сделать искусственное сердце с кровоснабжением и с обогащением кислородом. Теоретически это всё можно сделать. То есть голова целиком более-менее можно сделать. Но там будет масса других проблем, о которых даже говорить нечего. Но тем не менее такая штука теоретически... Ну, потому что это система уже сложившаяся. Да, эта система уже существует. А вот фрагмент системы, то, что в чём заинтересовано, сделать трудно. Поэтому Байден, если возвращаться к началу нашего разговора, Байден просто старик со всеми особенностями старения мозга. Если бы 40 лет назад у меня спросили, как бы сделать так, чтобы Байден к 80 годам сохранился, бы ему сказал, что делать. Но тогда бы он, может быть, был бы получше. Хотя, я не знаю, вполне возможно, что он сидит на каком-то гигантском количестве специфических сосудистых препаратов, которые его и поддерживают в таком состоянии. А хорошие сосуды, чтобы он получить или сохранить, что нужно делать? Надо, чтобы они работали эпизодически. Это вы говорили. А лекарственные препараты существуют профилактически? Хорошие? Все препараты хороши, симптоматично. Но при продолжительном действии, как правило, они действуют довольно отрицательно. Там вот есть препараты чудесные, которые прекрасно понижают давление. Не буду специально называть, чтобы не было рекламы, не было провокации. Замечательно понижают давление чудесно. Прописываются направо и налево в одни из лучших препаратов. Но у них там есть особенности. Они приводят к расслоению стенок крупных сосудов, крупных артерий. И в результате эти сосуды, как правило, у людей рвутся. Это так называемые аневризмы, аорты часто бывают. Хотя препарат чудесный. Но через несколько лет он может называть такие. В одном из ваших интервью я слышал ваше предложение, как решить проблему высокого и низкого давления. Вы говорили, что надо что-то вживить. Вы помните, о чём идёт речь? Ну, речь-то идёт о чём идёт. О том, что у нас автоматическая регуляция артериального давления вообще существует с рождения. У нас существует специальный баррецептор. Это хоть не моя тема. Они сидят на крупных сосудах. И когда изменяется давление, они включают... У нас много механизмов центральных. Понижение и повышение давления. Но эти рецепторы, они связаны, естественно, с мозгом. Их бы надо протезировать. Потому что у нас гипертоников полно. А когда они погибают, а погибать они могут от чего угодно. Ну, например, от стабильного давления в течение полугода. Вот он вообще не меняется. Они погибнут. То есть они всё время должны получать некоторые стимулы своей работы. Вначале стабильно высокое давление тоже погибнут. И потом давление работает только в одну сторону – на повышении. Поэтому мы вынуждены таблеточными формами, как правило, снижать давление. Вот надо разрабатывать проблему вот этих вот рецепторов. Рецепторы давления – это настолько в области физики примитивная вещь. Создать простейший чип, который бы передавал этот сигнал в мозг. Собрать и вживить эту систему. Даже можно без прямой хирургической операции. Элементарно. И вот, пожалуйста, будет включаться обратная связь. Понижение давления. Это нужно всем людям. Ну, нас же нет. У нас же тут же… Мы будем глаз делать. Мы будем ногу шевелить. Простейшая вещь, которая вполне осуществима даже на сегодняшнем научно-техническом уровне. И позволит остаться живым очень многим гипертоникам. А то и решит проблему гипертонии. Так что, да, конечно. Это теоретически можно. И это связано с мозгом. Потому, что гипертония, насколько я понимаю, и инсульт – вещи связанные. Да, конечно. У нас не так много вариантов. У нас или сердечный, или мозговой. Поэтому… Ну, там есть другие, конечно, заболевания. Там ишемические инсульты, когда передавливаются сосуды по тем или иным причинам. Но всё это так или иначе связано с этой… С нарушением авторегуляции артериального давления. Которое нам достаётся от мамы с папой. Но которую мы там к 40-35 годам начинаем утрачивать. Ну, что же. На этой ноте мы завершим наш эфир. Большое спасибо, что вы к нам пришли. Это было мнение оценочное суждение Сергея Вячеславовича Савельева. До свидания. До свидания.